Добрый вечер! Вы на телеканале Думская ТВ. Начинаем работать в прямом эфире в рамках вечера на Думской. Сегодня с 18 до 21 часа будем обсуждать две темы. Будем обсуждать отключение воды в Одессе, каким образом власти справляются с подачей воды в виде некоторых локальных участков, куда приезжают цистерны с водой. Как вообще этим предложением пользуются одесситы. Говорим вот о этом. Ну и конечно вчерашнем 9 мая, как прошло оно в Одессе, итоги задержания тех людей, которые нарушали правопорядок, будем говорить с нашими гостями. В студии для вас работает Елена Еремеева. Никита Тарола и Владимир Максимович, эксперт в сфере ЖКХ, наш первый гость. Будем говорить масштабное отключение. Одесса осталась без воды. Там некоторые корректировки по времени, вроде бы на сутки. Ну вот тем не менее факт такой, что в 21 веке город-миллионник, ну по крайней мере четверть города, уж точно вынуждено довольно длительное время оставаться без воды. Ну к слову, пока вы не начали отвечать, я объявляю голосование, которое касается как раз именно этой темы. Вы можете в нем принять участие, так как вольно или невольно вы становитесь участником этой истории. Итак, работа городских властей в обеспечении водой одесситов и три варианта ответа. Хорошая. Второй. Не хватало цистем с водой. И третья. Не хватало информации. Принимайте участие и совсем скоро подведем итоги. Да, Владимир, вот ваша позиция по этому поводу. Достаточно ли поработали городские власти над тем, чтобы эти сутки одесситы комфортно себя чувствовали, насколько это возможно, без воды? Одесситы ответят, как поработали городские власти по истечении этих суток. То есть можно будет оценить, насколько возможно было набрать воды из цистерн и другие вопросы. Я бы хотел сказать о другом. Объективно, почему так сложилось, что три четверти Одессы отключили от водоснабжения, не потому что меняют один из семи водопроводов, который идет с водонапорной станции Днестр, не из-за того, что какая-то масштабная авария, а из-за того, что ставят трубу диаметром 600 миллиметров всего на Толбухино. Но это надо отдать должность, что это не очень прям такая какая-то огромная труба. Да, да, это труба небольшая. Но знаете, как когда-то сказал наш президент Кравчук, «Май ему теще май ему», а продолжил он, сказал, «А будем у мати теще зробимо и заробимо». То есть нам досталась такая система разводки воды по Одессе, что для того, чтобы вот обезводить или сделать ремонт в этом месте, пришлось отключить три четверти водопроводов Одессы. Но это то же самое, что для того, чтобы в квартире, собственно, вы поменяли лампочку, вы вынуждены отключать весь подъезд от электроснабжения. Это сродни этому. То есть необходимости, вы считаете, не было, да, в таком масштабном отключении? Нет, в данном случае было. Видимо, система такая, что нельзя было отключить только Толбухино или отключить только тот район. Досталась такая система водопровода и канализации, которая не позволяет по-другому сделать. Но я хочу вернуть одесситов в 2000-е годы и до того. Старые одесситы помнят, что на ночь в Одессе вода отключалась полностью подачей воды. И даже в некоторых районах по часам подавалась, потому что действительно была система в таком состоянии водопроводная, что невозможно было обеспечить Одессу водой. И в 2000-е годы, по-моему, в 2002-2003 году, тогда мэром был Бадилан, срочно начали заниматься проблемой водоснабжения Одессы. Тогда построили напорную станцию на 10 тысяч кубометров на водопроводной, сделали массу других перекладок. Просто понимали, что если сетями не заниматься, то действительно в Одессе может наступить коллапс. И в то же время, вот в 2003 году, была создана комиссия, я был членом этой комиссии, которая проводила проверку, ну, хотите, анализ хозяйственной деятельности в Одесс-водоканале. Чтобы решить, а что же делать? И когда мы сделали эту проверку, и положили на стол документы Бадилана, он посмотрел и сказал, ну, в принципе, денег, заложенных в тарифы, хватает, чтобы систему поддерживать в нормальном состоянии. Поддерживать. Но через 5-10 лет система может просто разломаться, потому что ей более 135 лет. Еще бельгийские трубы лежат между Беляевкой и Одессой. И тогда начали думать, где же найти инвестора? Ну, и были времена, да, когда выключали каждую ночь с 12-ти? Конечно, я же сказал, на ночь вообще выключали в Одессе. Не было воды, отключали. А потом включали ее, это самое. Это приводило к тому, что трубы, которые идут в земле, то есть вот пока по ним идет вода, она, в общем-то, соответствует каким-то санитарным нормам. Но если на ночь эти трубы воду отключили, то, а рядом идет канализация тоже, то фекальный дренаж, который рядом с этой трубой, попадает в трубы, и было заражение. То есть, ну, что-то нужно было делать. Начали искать инвестора. Первую фирму, которую нашли, это была французская фирма, Суэц, как-то, не помню дальше название. И, в общем-то, ей предложили, не хотите ли вы стать со-инвестором. И определили, что для того, чтобы переложить трубы за 5 лет, нужно полмиллиарда гривен, по тем ценам, курс был 5, чтобы действительно сделать нормальные трубопроводы, нормальную канализацию, круглосуточное снабжение. И вот в 2003 году возник вопрос, что делать с Одесским водопроводом, где найти эти полмиллиарда, которые нужны для вложения, либо найти инвестора. И мы тогда предлагали, вот группа, которой я работал, мы тогда предлагали Бадилану, давайте мы создадим на базе Одессводоканала совместное предприятие, где вот оценим наши трубы, которые есть, и всю систему, в полмиллиарда гривен, ну, такая цена была тогда, да, и тогда скажем инвестору, любому, французскому, нашему, вы хотите быть наполовину собственником или совладельцем, ваши полмиллиарда, вложите на счет в банки, и на эти деньги мы делаем полную модернизацию. В течение пяти лет можно поменять все трубы, сделать так, как положено. — При наличии постоянного, беспрерывного бюджета на это уйдет 5 лет на замену. — Да, мы рассчитывали на 5 лет. Но, к сожалению, потом в Киеве что-то произошло, и бывший министр экологии Злачевский, в общем, заключили договор аренды. И мы просто тупо отдали наши системы водоснабжения и канализации Одессводоканал в аренду Инфоксводоканалу. Насколько сегодня Инфоксводоканал выполняет свои инвестиционные обязательства, я не могу сказать, потому что я не знаю. Но, в общем-то... — Если бы монополия все-таки на этом рынке не было, ситуация бы как-то менялась? — Да. Если бы мы все-таки создали вот то, что предлагалось совместное предприятие, и привлекли современного инвестора, который в этом деле разбирается, типа вот этого СОЭЦ французского... — А Инфоксводоканал не разбирается? — Ну, Инфоксводоканал, видимо, разбирается, но если у фирмы иностранной есть имя в мире, и она эксплуатирует десятки, а то и сотни подобных водопроводов, ну, это то же самое, что врач-хирург высшей квалификации, и интернат, который только пришел с института медицинского, он тоже может аппенитин вырезать, но, в общем-то, последствия могут быть разные. — По качеству работ, которые ведутся, возможно, вы уже были на месте проведения ремонтных работ, или из того, что мы можем увидеть на видео или фотографии... — Я думаю, что там есть хорошие специалисты... — Давайте посмотрим информационный сюжет... — Там Клепацкого я видел, который разбирается, я думаю, что сделают они неплохо, потому что специалисты там есть хорошие... — Да, вот давайте посмотрим сюжет и вернемся. Масштабные отключения. В 9 утра Инфоксводоканал оставил три района Одессы без воды. Это связано с работами на площади Толбухина. Там к городским сетям подключают новую трубу, проложенную после капитального ремонта улицы. — В связи с необходимостью переключения вновь построенного водовода по улице Толбухина с 10 мая с 9 часов утра до 11 мая до 12 часов дня будет отключена подача воды жителям трех районов города — Киевский, Приморский и Милиновский. Одесситов о плановых работах предупредили заранее. В разных точках города поставлены цистерны с водой. Но спросом они пока не пользуются. В полудню из емкости, которая находится на улице Морозлиевской, воду набрал всего один человек. Многие готовились к отключению загодя. — Две бутылки трехлитровые в туалет. Ну, все там набрала, куда в пушин набрала, кастрюльку набрала трехлитровую. — Если предупреждать ранее, то, в принципе, терпимо. У меня на районе поставили цистерну с водой. То есть я думаю, что сутки это не так много для людей, если предупреждать. Спасибо, что не отключили ни в праздник, то есть как бы не 9-го числа. Нет ажиотажа на воду и в бюветах. Они будут работать 10 мая круглосуточно. Работа наших бюветных комплексов 10 и 11 числа. График будет изменен с целью круглосуточной разбора воды. Основные работы проходят на площади Толбухина. Возобновить подачу воды Инфокс обещает к 12 часам утра пятницы. Ну, к слову, выбор дня или суток для ремонта этого места выбрано удачно, по-вашему. Да, конец недели после 9-го мая нормально. Вот организовали неплохо. Поэтому, возвращаясь к поговорке, о которой говорил Кравчук, они не могли по-другому поступить. А вот что мы будем иметь в будущем? А не будут ли такие ситуации повторяться? Вот что важно. Еще по текущему все-таки ремонт моменту. Не смущает вас количество людей? Там два человека. Может быть, если бы их было хотя бы шесть, то не в 12 завтра включили бы воду. Вы понимаете, я не хочу вам напоминать известную поговорку, что если собрать 9 рожениц со сроком 1 месяц, все равно ребенка они не родят. Должно быть 9 месяцев, чтобы был здоровый, нормальный ребенок. То есть, если там стоит кран, и там стоят 3 сварщика, видно, да, они вынимают одну заслонку, ставят другую, меняют, ну, нагони туда 100 рабочих, они будут стоять, курить, не ускориться. Тем более, в эту яму, которая там есть, траншею, они туда не залезут. Ну, я думаю, что там, раз там стоит Крепацкий Олег, то работы там организованы грамотно. Это я могу сказать. Хорошо, давайте с вами поговорим о перспективах. Я так понимаю, что они не самые приятные. Сегодня часть города, именно поселок Котовского, не тронут этим вопросом. Однако, это не говорит о том, что он забыт, в принципе, и что там ремонтные работы или не будут проводиться, или будут проводиться позже. Ну, вот смотрите, про поселок Котовского можно на какое-то время, на 5-10 лет, забыть. Почему? Потому что поселку Котовскому всего 20 лет, и там трубы относительно новые. А вот центральная часть, которым 100, 125, 130 лет водопровода, еще когда лежат чугунные бельгийские трубы напорные, вот здесь нужно сделать полную инвентаризацию. И те трубы, которые уже текут, и подмывают фундаменты, а уровень грунтовых вод уже очень высокий, нужно планово менять. Это очень сложная, дорогостоящая работа в центре города. Я не знаю, есть ли такой план замены старых, ветхих и аварийных сетей водопроводных и канализационных в городе. Я посмотрел старую программу, ту, которая была 10 лет назад. Ну, кое-что выполнено. Если помните, строили несколько напорных канализационных на Варкадии, там, других. Их, кстати, у нас канализационная СНБО «Северное», которые находятся на поселке Котовского, раз напомнили Котовского, просто воду, недостаточно очищенную, сбрасывают то в море по трубопроводу имени Тарпана, то в Хаджибейский лиман, то на поля Орошения, а там 53 миллиона кубов. Поэтому когда-то было предложение той же группы, с которой я работал. А давайте ли мы на этой станции СНБО «Северное» поставим такую систему до очистки, чтобы вода, которую сбрасывают, была техническая. То есть пить ее нельзя, а для полива Одессы ее использовать можно. Кроме того, продавать можно техническую воду. Даже предлагалась цена. Доллар за куб. Арабские шейхи со Средиземного моря приходили бы к нам брать эту воду. Да, 50 миллионов кубов умножьте, 50 миллионов долларов. Только так. Да, то есть надо этим заниматься. Прошло 10 лет, никто этим не занимается. Мы сидим на золотом клондайке. Более того, мы сидим на трубе, которая может взорваться, потому что она старая, еще бельгийская. То есть нужна перспективная система замены сетей канализации и водопровода и установки системы до очистки на одной станции, северная и другие. Если эту воду можно будет подавать за полцены в пригороды и поливать дачные участки, поливать в городе, она будет не по цене питьевой воды, а как техническая, дешевле. Я подталкиваю к рациональному, разумному использованию того, что у нас есть. В Европе это уже 100 лет, а в Израиле это уже 50 лет, сколько они существуют, капельное рошение и прочее. Пока мы воду сливаем. 50 миллионов кубов сюда, 30 сюда и прочее. Я говорю о системном перспективном подходе и перехожу ко второй части того, что сказал Кравчук. Будем умать все, что сделаем и заработаем. Мы ничего пока не делаем. Скажите, ваши прогнозы. Вот этот ремонт, он плановый или необходимый? Именно поэтому нужно срочно браться. И в каких взаимоотношениях мы находимся с системой водоснабжения? Она нас ставит просто в угол и говорит, вот теперь меняйте. Или мы планово-планово что-то постоянно выполняем без ее прямых намеков, говоря о том, что я сейчас просто прекращу. Данный ремонт, нельзя его рассматривать, или он плановый, или он необходимый. Он планово-необходимый. То есть есть система, запланировано, что вот в этом году нужно поменять эти сети. В этом году эти сети. То есть исходя из состояния технического этих сетей, многие сети подтекают. Правильно сказал Клепацкий. Уже видят они, что в этих сетях есть потеря. Но в этом году их отремонтировать нельзя. Поэтому они планируют. В этом году, исходя из финансирования, которое есть, и технических возможностей, мы меняем вот это. В следующем году это. В следующем году еще что-то. Но еще раз говорю, если бы мы создали совместное предприятие с нормальным инвестором и хорошим финансированием за пять прошедших лет, тех уже до 2010-го, что мы говорим о том году, можно было эту систему сделать. Если бы сегодня была планово-необходимая необходимость поменять вот этот кусочек трубы на Толбухина, ну отключили бы кусочек Киевского района. А не три четверти Одессы. По-другому просто не получается. Ну, этим нужно заниматься. Скажите, пожалуйста, ну вот мы хорошо знаем, что перед началом отопительного сезона проходят, значит, испытательные работы, повышенный уровень давления. Вот как в этой ситуации с обычной водой, которая течет? Ну здесь 2-2,5 атмосферы давления больше. Так, ну проверяют, потому что есть плановые проверки на состояние для того, чтобы... Только аварийных участков. Если нормально работает, так сказать, водопровод, то зачем его проверять? То есть нет смысла, да? С тепловыми сетями там другое дело. С тепловыми сетями. Летом тепловые сети просто находятся под давлением одна атмосфера, в них просто вода. Ну, чтобы не сливать, чтобы она не ржавела. А зимой, когда нужно прокачать и поднять до восьмого этажа, до девятого этажа, там давление, ну, наверное, 2-3-4 атмосферы. Там больше. Поэтому часто порывается. Здесь идет обычное давление, ну, 3 атмосферы достаточно давления, чтобы подняться до восьмого-девятого этажа. В домах повышенной этажности стоит насос, который подкачивает. Понятно. Справимся? Ситуация пока еще терпимая? Или нам уже срочно нужно приглашать каких-то инвесторов или продумывать свой какой-то экстренный план? Знаете, встречаю я одну знакомого врача. Она говорит, ну, как у тебя дела? Я говорю, здоров. Она говорит, нет, здоровых людей не бывает. Есть недообследованные. Поэтому, не проводя обследование этой системы, сказать, он еще, пациент жив или скорее мертв, трудно. Но понимая, что системе уже 150 лет и действительно, видя по этому, что отключается три четверти города, необходим рациональный, разумный подход и, безусловно, хороший инвестор с хорошей системой. Кроме того, нужно уходить от монополизма. Это бич. Да, на этой ноте и закончим. Спасибо вам большое. Спасибо. Владимир Максимович, эксперт в сфере ЖКХ. Продолжим говорить на эту тему с гражданским активистом. Дождитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова